Оказывается, то, что я выложил в предыдущем ролике, эфир двух фашистов Леонтьева и Юрьева, слушал не только я, но и дошло это до далекой Америки и Андрея Пянковского. Видимо, его это не менее ужаснуло, чем всех остальных, а может быть он и не ужаснулся особо, так как глубоко понимает суть российского общества. Корреспондент Московского центра Карнеги Андрей Кортунов написал письмо, гипотетическое письмо от московского обывателя некому американскому обывателю, назвал его под общим именем Джон. И дальше следует ответ и реакция на эфир Леонтьева и Юрьева. Дорогой Джон, пишу тебе с грустью, которую ты, вероятно, разделяешь. Отношения России и США продолжают ухудшаться день ото дня. Очередные отчаянные попытки переломить негативный тренд в наших отношениях оказались бесплодны. Ясно, что нам всем предстоят еще более тяжелые времена, возможно, очень надолго. Похоже, ваше давление на Москву будет только усиливаться на широком фронте или даже одновременно на нескольких фронтах – экономическом, политическом, военно-техническом, информационном. Не хочу начинать спор о том, как мы дошли до жизни такой и какая сторона виновата больше. У меня к тебе, если позволишь, другой, более актуальный вопрос. Джон, а чем все это с твоей точки зрения должно в итоге закончиться? Насколько я могу судить из Москвы, никакие тактические уступки Кремля положения уже не спасут и общий вектор политики США не поменяется. Стратегическое направление избрано всерьез и надолго. Прошлогодний закон о санкциях – четкий и недвусмысленный сигнал. Джон, скажи честно, а ты бы взялся оценить региональные и глобальные риски, связанные со сменой режима в Москве, в том числе и риски непосредственно для американской безопасности и американских интересов? Как ты полагаешь, не слишком ли высокую цену придется заплатить Вашингтону за попытки изолировать Москву? Что же с нами всеми происходит, Джон? Когда мы утратили способность к стратегическому мышлению, этика, ответственность по выбору предлагает готовность предотвратить большее зло, в том числе и с помощью зла меньшего. Ну вот, посмотрите, виртуозная вербовка с грустью, никакого грубого ядерного шантажа. Так легкими мазками, риски, высокая цена, мы зло меньшая по Вейберу, которого мы с тобой, Джон, люди одной крови, оба читали в далекой юности. Единственная помарка и явная натяжка в почти безупречном тексте – это его заголовок «Чего ты хочешь, Джон?». Резкая эскалация конфронтации, начиная с 2014 года, вызвана не тем, чего хочет Джон, а как раз тем, чего не просто хочет, а настойчиво домогается силой Кремль. Официально это называется «Новый мировой порядок» – подсознательная фрейдийская аллюзия к гитлеровскому новому порядку. В Кремле об этом даже фильм сняли, свой маленький триумф воли, а в практическом плане вожделенный «миропорядок-2018» заключается прежде всего в «Новой Ялте». Один известный практикующий раб на галерах назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века. На мой взгляд, распад этот вызвал прежде всего крупнейшую психиатрическую катастрофу в головах людей, скромно называющих себя российской политической элитой. Если есть сегодня какая-то одна сверхидея, объединяющая ущербные катастрофы персонажей, то это их доминирование на постсоветском пространстве, признание его зоной наших привилегированных интересов, преодоление унижения 90-х, восстановление в новом качестве ордынско-российско-советской империи. Но что сегодняшняя российская элита может предложить своим бывшим соседям по коммунальной квартире? Ничего, кроме помпезных разговоров о своем величии, своей исторической имперской миссии, о сакральном Херсоне. Но этот бред никому не нужен. Вороватая и бездарная, чванливая и трусливая, мечущаяся между Куршавелем и Лефортовым, российская политическая элита в кавычках никак не может понять, что она никому не нужна на постсоветском пространстве в качестве учителя жизни и центра притяжения. Но признаться себе в этом государство-мафия не может. Все свои хронические закономерные неудачи на постсоветском пространстве она объясняет тем, что американка гадит и, маниакально снова и снова, требует дорогого Джона заключить с ними новую Ялту. Сказал же дорогой Обама в интервью журналу «Атлантик» приблизительно следующее. «Русские хотят изнасиловать Украину гораздо больше, чем мы хотим ее защитить, и мы ничего не можем с этим сделать». Но органически не способны в Кремле понять, что проблема их геопсихологических хотелок не в американцах, а в том, что никто из соседей России никогда не пойдет покорно в их Ялту. Потому и захлебнулась российская агрессия в Украине, потому и ушла Украина навсегда. И все постсоветское пространство ушло навсегда. Неспособность нарцистирующей в своих фантазиях элиты неформально на бумаге, а внутренне психологически воспринимать всерьез независимость братских стран. Ее поразительная глухота к возможной реакции соседей, духовная лень и имперская спесь, не позволяющая попытаться взглянуть на себя их глазами. Все эти качества вождей российской клептократии закономерно порождают цикл отчуждений и вражды на постсоветском пространстве. Сегодняшние угрозы Леонтьева и Юрьева залить кровью Армению, озвученные шестерками имперских дум хозяев государства мафии, которые пока еще не готовы по тактическим соображениям лично артикулировать. Безумная концепция русского мира и позорно провалившаяся попытка ее практической реализации в Украине стали апофеозом четверть вековой оргии униженчества. Пациент дал, наконец, ответ на вопрос давно уже обеспокоенных его неадекватным поведением окружающих, о природе его униженности. Русский человек оказывается унижен, когда он не может топтать и расчленять своих соседей, бывших собратьев по строительству платоновского котлована. Увлеченный этим процессом, он уже не замечает, что топчет и расчленяет прежде всего свое собственное государство, его историческую перспективу. Вот что с нами на самом деле происходит, дорогой Джон. Андрей Пянтковский